А про идеологию, опять же, возвращение к СССР, там коммунисты вот это все пропагандируют, это возможно? Ну, в полном объеме невозможно. Невозможно, в частности, потому что, как показали исследования множества специалистов, в том числе, в какой-то мере, и мои собственные исследования, все известные нам недостатки социализма – это прямые или косвенные средства ограниченности возможностей тогдашних информационных и управленческих технологий. Известно, что возможности, нужные для дальнейшего развития социализма, сформируются примерно к середине следующего десятилетия. И понятно, что новый социализм, опирающийся на эти принципиально новые возможности, будет очень мало похож на тот социализм, при котором я прожил большую пока часть своей жизни. Поэтому, несомненно, будет не восстановление прежнего социализма и прежнего союза, а именно формирование чего-то, но очень мало похожего на стану. Кстати, недавно в бизнес-журнале вышла моя статья, где я отметил, что в этом смысле нам предстоит еще множество потрясений и перемен. Ну вот, начали строить социализм, когда был достигнут, заранее предсказанный теоретиками, уровень развития производственных технологий. И поначалу довольно успешно продвигались, опираясь на эти технологии. Но по ходу развития наткнулись на то, что не хватает возможностей информационных технологий, причем тогда даже самого этого термина информационные технологии еще не было. И именно потому, что непонятно было, в чем проблема, что мешает, тогдашнее советское руководство начало действовать по принципу, не зная, что делать, сделай что-нибудь. И в итоге раскачали страну до полной неустойчивости. Сейчас мы уже знаем, что дело было в информационных технологиях, знаем, когда они разобьются до уровня, позволяющего беспрепятственно двигаться дальше. Но из общих соображений, ну в частности, из теоретмы о неполноте, которую Курт Фридрих Рудольфович Готель доказал в 1930 году. Так вот, из этих соображений ясно, что при дальнейшем развитии мы обязательно будем раз за разом сталкиваться с нехваткой каких-то возможностей, причем в тот момент, когда мы с нею столкнемся, у нас опять же не будет даже термина, описывающего то, чего нам не хватает. Так вот, надо учесть опыт Союза и, почувствовав нехватку непонятно чего, не паниковать, продолжать движение, может быть, даже чуть-чуть притормаживать, пока не ясно, что происходит, и спокойно разбираться. Соответственно, нас ждет еще великое множество и потрясений, и изменений. Я надеюсь пережить еще хотя бы одно такое потрясение и изменения, кроме того, что ожидается в середине 20-х годов. Но уж вам-то это точно большинство присутствует, что предстоит. Кстати, для того, чтобы воспользоваться вот теми возможностями, что сформируются лет через 8-10, нужно предварительно провести большой комплекс исследований, чтобы заранее подготовиться к будущим событиям. В том сборнике, о котором я говорил, чем социализм лучше капитализма, есть перечень основных направлений этих исследований, подготовленных при участии нескольких моих коллег. По примерным прикидкам, эти исследования займут 5-6 лет, и понадобится на них 10-20 миллионов долларов. Естественно, из своего кармана я эти деньги не вытащу, поскольку их там отродясь не бывало и не предвидится. Но в общегосударственном масштабе это очень небога, и поэтому я в Думе, помимо работы в Комитете по образованию и науке, буду еще добиваться организации государственной программы этики исследований. Потому что если мы их не проведем вовремя, то это не отменит ожидаемые перемены, а приведет только к тому, что перемены будут стихийными. И тогда возможны потрясения, сопоставимые с тем, что было в стране и мире век назад.